Добрый день дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейко Кройка и Шитьё. Сегодня мы поговорим с вами о такой непростой задаче, как выяснить, как зависит раствор нагрудной вытачки от осанки. То есть для того, главным критерием в моем способе кроя, вы знаете, что я называю его безликальным, потому что если вы им овладеваете, вы легко строите многие вещи сразу на ткани и работаете практически с одной примеркой. Так вот он основывается на том, что измерил, то и отложил. Так вот, главным критерием при построении выкроек для меня всегда было это построение правильной проймы. Что я называю правильной проймой, разрешите вам напомнить. Это пройма, у которой передняя точка P1 ниже, чем задняя точка P2 на 2-3 см. То есть вот это вот расстояние, длина проймы спереди за счет прогиба примерно одинаковое с длиной проймы сзади за счет того, что прогиб здесь поменьше немножко и поэтому эта точка должна быть повыше. Так вот, так как мы работаем с вами с индивидуальной фигуркой. Вот такая пройма может нарисоваться далеко не сразу. И мы вынуждены предпринимать какие-то действия для того, чтобы построить вот такую пройму. Если мы нарисовали пройму, у которой передняя точка выше, а задняя точка ниже, она будет для нас неправильной. У нас шовчик будет плечевой заваливаться на спинку, впереди вот здесь попросится дополнительная вытачка и так далее. Будет много разных неприятностей. Так вот, чтобы их избегать, давайте посмотрим, что мы должны делать. Как же нам, в каких случаях мы должны сохранить вот эту вот самую идеальную пройму. Итак, пример номер один. Все достаточно условно стандартно. Перед нами условно типовая фигурка 59 размера, полуобхват груди 59, ну 60 назовем ее 49, 63 это бедра, полуобхват бедер. И посмотрите какая у нее осанка. Вот это вот балансовые мерки, здесь они перечислены. Длина до талии по спинке 44 и длина до талии по переду 48. Значит, баланс равен 48 минус 44, 4 сантиметра. Для такого размера эта осанка считается обычной. Но бывают еще перегибистые, а бывают еще сутулые. Давайте посмотрим, как влияет раствор на грудной вытачке, или вернее как осанка влияет на изменение раствора на грудной вытачке. Какая у них зависимость вот нашей осанки и раствора вот этой вот вытачки. Итак, осанка обычная. Я построила лекало полочки, лекало спинки. И точка П1, вы видите, вот она у нас. Давайте ее подпишем. Она у нас П1. А вот эта точка у нас П2, вот здесь вот ее подпишем, да. П2 у нас выше, чем точка П1 относительно нижнего уровня вот этой нашей проймы. На 2-3 сантиметра и все у нас хорошо. Мы строим рукавчик и работаем дальше. А теперь представим такую ситуацию, что осанка нашей фигуры необычная 4 сантиметра, а допустим, она очень перегибистая. И спинка у нее, полочка остается прежней, а спинка стала, ну скажем, вот на 4 сантиметра меньше. Насколько я спустила талию? Давайте выберем расстояние. Давайте выберем вот это расстояние. Да, вот на 4 сантиметра я опустила нашу спинку. То есть теперь талия у спинки находится вот здесь. Вот здесь талия у нас находится. И нам надо с вами нарисовать правильную пройму. Для этого мы должны от точки P1. Видите, где точки P1. Теперь точка P1 у нас оказалась выше, чем точка P2. Что ее опускает? ее опускает раствор нагрудной вытачки. Сегодня он у нас 9 сантиметров, а мы должны сделать его больше. Делаем вот такой разрезик. И начинаем увеличивать раствор нагрудной вытачки. Вот так. Еще надо добавить вот так. Вот мы увеличили раствор нагрудной вытачки. С тем, чтобы точка P1 оказалась ниже, чем точка P2. У нас получится вот такая история. Насколько увеличивается этот раствор нагрудной вытачки? Каждый раз по-разному. Если у меня сейчас баланс стал до 4,8 сантиметров, посмотрите, длина спинки 40, а длина полочки 48. В этом случае баланс равен 8 сантиметров, потому что 48 отнять 40, получится 8. И наша выкройка приобретает вот такой вот вид. Опять точка P1 опустилась ниже. Ставим вот так линеечку. И мы видим, что здесь у нас все хорошо. То есть вот это вариант для того, чтобы скомпенсировать перегибистую фигурку. Если у вас разница между ДТП и ДТС будет не 8, скажем, а 10 сантиметров, еще больше, вы еще ниже спустите вот эту спинку и еще больше увеличите раствор нагрудной вытачки. Делаем вывод. Вывод такой, что если, давайте здесь напишем, ну я не буду писать на слов, на слов скажем, при перегибистой фигуре, чем больше разница, чем больше баланс между ДТП и ДТС, тем больше должен быть раствор нагрудной вытачки. Вот это главное правило, которое сегодня вы должны запомнить. То есть в этом варианте у нас получается вот такой вот вид. Окончательный результат. Ну и дальше я не буду обводить. Я думаю, что вам все понятно. Еще надо сказать, что чем больше у нас баланс, тем меньше должна быть вот эта самая вытачка. То есть вы можете ее чуть-чуть сделать поменьше, но если у вас размер большой, с этим тоже, этим тоже увлекаться не нужно. Потому что у большого размера часто вот в этом месте есть, ну всяческие жировые, скажем так, отложения, которые увеличивают, которые увеличивают здесь спинку и которые, конечно, требуют дополнительного раствора нагрудной, вот этой вот самой плечевой вытачки. Вот это одна история. Давайте рассмотрим другую историю. Здесь мы поработали с вами с фигуркой перегибистой, когда у нас спинка намного делается короче, чем полочка. Рассмотрим еще один вариант. Итак, мы рассматриваем второй вариант. Если в первом случае наша фигурка была перегибистая, то сейчас мы сделаем ее сутулой. И посмотрим, как в этом случае изменится наша пройма для того, чтобы, вернее, наша выточка нагрудная, для того, чтобы пройма осталась правильной и гармоничной. Значит, в данном случае передо мной опять осанка условно-типовая. ДТП равно 48, а ДТС у меня 44. Значит, здесь баланс 4 сантиметра. Я делаю фигурку сутулой, то есть я увеличиваю длину спинки. Посмотрите, куда я перенесла талию. Вот куда я перенесла талию. И у меня длина талии по спинке стала 44 сантиметра. Так, виноват, 47 сантиметров. Значит, мой баланс в этом случае, баланс равен, здесь 48, здесь 47, 1 сантиметр. Когда в таком размере, в 60-м примерно размере, у нас баланс 1 сантиметр, эта фигурка уже считается сутулой. Мне снова, посмотрите, где оказались точки P1 и P2. P1 здесь, P2 здесь. Они оказались, мы пока вот этому даже не придаем значения, вот на каком большом расстоянии друг от друга. Чтобы получилось 2-3 сантиметра по высоте, я вот этот вот участок отслеживаю всегда, да, мне нужно вот эту выточку, что сделать? Сократить. То есть часть выточки я как бы открываю в пройму. Или я могу часть выточки открыть. Мне удобно открыть боковой шов. Сейчас поймете почему. Потому что я буду вот так вот делать, да? То есть я поднимаю, вот, ну, раскрываю вот эту вот дополнительную выточку до такого уровня, чтобы вот эти точки нижние оказались, нижние точки проймы оказались на одном уровне. Как только они оказались на одном уровне, точки P1 и P2 тоже оказались в том положении, которое меня устраивает. А что происходит с выточкой основной, вот этой нагрудной выточкой, вы видите, что она делается меньше в этой ситуации. Итак, посмотрим, что у нас получается сейчас. Сейчас у нас выточка вот эта сократилась. Она стала меньше. Плечико, естественно, осталось. Пройма осталась прежней. Боковой шов. У тех фигур, у кого спинка длинная, как правило, большим является расстояние от талии до проймы. Оно увеличивается. Что произошло и у нас с вами. Но еще что нужно делать? Нужно еще помнить, что у таких фигур обязательно увеличивается раствор нагрудной выточки. То есть, что мне хочется сделать? Вот, что хочется сделать еще. Увеличиваем раствор нагрудной выточки. Добавляем его, раз она сутулая у нас, значит, плечевая выточка у нас тоже меняется, потому что выпуклость на спинке стала больше. Раз она стала больше, значит, и раствор выточки, который обеспечивает ее, тоже должен быть увеличен. И результат у меня получился вот такой. Ну, пожалуйста, давайте здесь тоже мы так подрисуем и подрисуем. И вывод будет у нас следующий. Если фигура у нас сутулая, а сутулая она бывает тогда, когда значение вот этой разницы между ДТП и ДТС становится маленьким. Сейчас у нас единичка, здесь 48, здесь 47, а могло быть 0, а бывает и минус 2, когда вот эта спинка высокая-высокая, тогда вот эта выточка, она практически пропадает. И, конечно, нужно правильно снимать мерки. И значение баланса минус 2 это катастрофа, потому что очень тяжело построить выкройку на такую фигурку и сделать ее правильной, при этом сохранить вот эту вот идеальную ровненькую правильную пройму. На самом деле, когда я строю базовые конструкции, я вот таких вот каких-то раздвижек не делаю. Я ничего не разрезаю, потому что я сразу откладываю нужные мне значения, я просто добиваюсь правильной проймы. Как я это делаю, я уже рассказывала на этом канале многократно. Можете пройти в модный приговор, пожалуйста, посмотрите в этом же прелести. Обратитесь туда. Сегодня наша задача в том, чтобы убедиться лишний раз, что для того, чтобы сохранилась вот эта вот правильная пройма с одинаковой длиной передней и задней половинки, для перегибистой фигурки нам нужно... Нам нужно эту выточку увеличивать, а для сутулой фигурки нам нужно ее уменьшать. Я думаю, вот эти два примера явно вам показали, как работает и почему это нужно делать. Задавайте свои вопросы, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всегда Ваша Галина Коломейко.